Обсуждение рабочих вопросов предварило отчествование тех, кто принял активное участие в подготовке и праздновании 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейный год продолжается, и еще много мероприятий посвятят этой знаменательной дате. Анастасии Николаевне Лобачевой вручили государственный жилищный сертификат на приобретение жилья по федеральной целевой программе. Планерное совещание продолжил доклад о работе полиции. В приоритете остается борьба с незаконным оборотом алкоголя. За прошедшую неделю изъято 2,5 тонны суррогата. Светлана Яровая прокомментировала работу рейдовых групп по пресечению движения транспорта по пляжам. Кроме штрафов, к нарушителям будут применять и более действенные меры. Достигнута предварительная договоренность с соответствующими структурами Роспироснадзора. И думаю, что в ближайшее время они окажут нам содействие в этой работе. И это будет намного существеннее, потому что мы знаем, что у данных органов есть право за нарушение законодательства соответствующего изымать транспортные средства. Правильно? Да, правильно. Заместитель главы Анапы Людмила Терещенко в своем докладе остановилась на проблеме обеспечения безопасности на воде. В выходные дни во время действующего запрета на купание сотрудники администрации провели мониторинг. На семи пляжах выявили ненадлежащую работу спасателей. Также выявлены четыре пункта проката маломерных моторных плавательных средств, которые работали без разрешенной документации. По этим фактам материала на данную прокуратуру. Город продолжает активно готовиться к открытию сезона. Владимир Забураев поставил задачу перед службами провести субботники на закрепленных улицах. А предприниматели и руководители предприятий присоединиться к наведению порядка.